Здравствуйте! Свежая информация в новом выпуске программы «Сейчас в регионе» в студии Олеся Кокина. Перспективы сотрудничества между Поморьем и Республикой Коми сегодня обсуждали в правительстве региона на рабочей встрече с гостями из Цыктывкара. Напомню, соглашение о сотрудничестве было подписано в июле 2016 года. И сейчас делегация Республики Коми прибыла в Архангельск, чтобы наладить в первую очередь торговые связи. Архангельской области есть что предложить. Речь идет прежде всего о поставках семенного картофеля, о племетном животноводстве, о продукции рыбного хозяйства. Планируется наладить экспорт филе трески и пыкши из Архангельска и Северодвинска в Цыктывкар. Заинтересовал гостей архангельский семенной картофель. В 2018 году в Коми хотят запустить собственное производство крахмала. Также в Республике активно развивается животноводство. На сегодня мы хотим определить пищи головокорок, закупить за пределами Республики. Внутри у нас уже резервы исчерпаны, мы еще на стороне. Поэтому более приемлемый вариант, который бы устроил нас, это именно приспособленная корова к северным условиям. Производители мяса птицы и свинины из Коми ищут не только новое поголовье, но и новые рынки сбыта. В регионе производят свыше 30 тысяч тонн мяса в год. Программу льготного автокредитования в стране продлили на 2017 год. Это значит, что при покупке нового авто до конца года автовладельцы смогут получить возмещение части процентов по кредиту за счет средств государственных субсидий. Соответствующее постановление утвердили в правительстве России. На 300 тысяч рублей увеличена максимальная стоимость автомобилей, участвующих в программе. Теперь она составляет 1 миллион 450 тысяч рублей. Общий объем финансирования – 10 миллиардов. В рамках реализации программы планируется продать не менее 350 тысяч автомобилей. С 13 мая в России вырастет минимальная цена на алкогольную продукцию. Изменения предусмотрены в приказе Министерства финансов от 4 апреля. Сейчас минимальная установленная законом цена водки в розницу – 190 рублей. В субботу она увеличится до 205 рублей. Напомню, приказ Минфина – часть регламента по контролю за продажей спиртосодержащих жидкостей. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области напоминает, что в регионе работает горячая линия. Если вам известно, где продают алкоголь по цене ниже минимально допустимого уровня, установленного законодательством, позвоните по телефону 21 51 56 65 25 32 или обратитесь в правоохранительные органы. Пенсионеры Архангельской области активно отдыхают. С начала 2017 года более 7 тысяч неработающих пожилых жителей региона оформили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха. Общая сумма выплат составила 41 миллион рублей. Льгота положена неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию или пособие по инвалидности. Выплата производится раз в два года для компенсации проезда к месту проведения отпуска и обратно. Все необходимое оформление в органах пенсионного фонда по месту жительства. Функционирование крупных спортивных объектов, построенных в муниципалитетах за счет средств регионального бюджета, областное правительство берет на особый контроль. В минувшем году на развитие спорта в Архангельской области выделили 600 миллионов рублей. Руководитель профильного агентства Александр Кузнецов доложил 40 миллионов рублей из федерального бюджета, 537 из региональной казны и 18 миллионов из средств местных бюджетов ушли на поддержку 73 видов спорта, 13 из которых являются базовыми. 18 муниципальных образований региона получили субсидии на обустройство 23 плоскостных сооружений. Это хоккейные коробки, теннисные корты и баскетбольные площадки. 16 из них уже введены в эксплуатацию. Еще 5 в Котласском, Устьянском, Велегодском и 2 в Онежском районах будут завершены в 2017 году. Однако помощь в развитии спортивной инфраструктуры приняли не все. 2 муниципальных образования вернули субсидии. Игорь Орлов подчеркнул, что спорткомплексы являются региональными активами, а значит и контроль над расходованием бюджетных средств тоже будет региональным. Губернатор поручил разработать форму участия правительства в наблюдательных и попечительских советах при спортивных объектах. В столице региона с этого дня стартовал режим энергосбережения. Это означает, что настал сезон белых ночей, и коммунальщики начинают экономить энергоресурсы и ремонтировать сети. Горсвет сегодня отключит уличное освещение. В ближайшие три летних месяца муниципальное предприятие протянет новые линии электропередач общей протяженностью более 7,5 километров. Существующие же сети ждет серьезный ремонт. Планируются работы по выправке, ремонту и замене опор наружного освещения, по замене голового провода линии электропередач на самонесущий изолированный провод. Также мы планируем в течение летнего периода восстановить работу многие годы неэксплуатируемых участков системы наружного освещения на мосту через реку Юрос, на набережной Северной Двины, на участке от улицы Шубина до улицы Садовой. Также в планах открытие нового диспетчерского пункта, который позволит централизованно управлять всеми светофорами города. А на новой земле мысе Желания оборонительные сооружения получат статус памятников историко-культурного наследия. Зоты, доты и огневые позиции стали необходимостью после того, как в августе 1942 года к метеостанции мыс Желания подошла немецкая подлодка и открыла огонь. Тогда были разрушены метеодом, библиотека и архив. В огне уничтожены данные метеонаблюдений за предыдущие годы. Напомню, сейчас на архипелаге 17 сооружений относят к охраняемым объектам культурного наследия. На новой земле планируют создать музей живой истории Арктики. Основу экспозиции составит архитектурный ансамбль первой советской полярной станции. Увидеть уникальные исторические объекты смогут туристы круизных рейсов по Северному морскому пути. Во второй половине июня из Архангельска в Санкт-Петербург будет ходить дополнительный поезд. Это связано с проведением в России игр Кубка конфедерации FIFA 2017. Поезд номер 9 Архангельск-Санкт-Петербург совершит внеплановые рейсы 16, 23 и 30 июня, чтобы футбольные болельщики из столицы Поморья смогли насладиться играми Лиги FIFA. Однако внимание пассажирам следует обратить и на то, что в эти дни отменен поезд номер 289 на Москву. Подробности узнавайте в Едином информационном центре РЖД по телефону 8 800 775 0000. И к этому часу у нас все. О развитии событий и самых заметных темах дня расскажем в 19.20 в итоговом информационном выпуске программы «Автогров дня» на телеканале ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова